И сказал, ну что, все, мама, по-моему, меня закрывает. Вы знаете, в этот момент, когда ты едешь в транспорте, и тебе звонит сын, просто земля уходит из-под ног. Я говорила, что папа в командировке, что папа уехал в другую страну. Я постоянно покупала детям подарки. Все это было как будто бы от папы, чтобы они ощущали, что папа где-то рядом. Маленький сын переживает бесконечно. В первое время даже там слово Никита, сразу у него слезы в глаза. У меня двое сыновей, и оба они были в заключении. Илья был за кражи, а Павел, в последний раз он был за хулиганство злостное. Но это все было связано с кражами. Три с половиной года назад мой сын был осужден по статье 3.2.8, часть 1, 4. Находится он сейчас в колонии номер 2, в городе Бабруйске. В заключении был мой муж. Его посадили за злоупотребление служебным положением, взятки, организованная преступная группа. Я являюсь руководителем гражданской инициативы «Движение матерей-328». Здесь с этой инициативой объединились матери, у которых дети были осуждены за наркотики. Одним из таких осужденных являлся и мой ребенок в крытую тюрьму. Он попал в ноябре 2012 года. 13 ноября, когда он ушел на учебу, а оттуда уже на допрос, потом мне раздался звонок с телефона адвоката. Звонил сын и сказал, ну что, все, мама, по-моему, меня закрывает. Вы знаете, в этот момент, когда ты едешь в транспорте, и тебе звонит сын, просто земля уходит из-под ног. Только слезы, больше ничего. Это тяжелое переживание, это никому не передать. Был гипертонический криз, срывы, потому что как твой сын находится в тюрьме. Вот суд уже приговор озвучили, 14 лет ему присудили. И первые два дня, когда я об этом узнала, я просто рыдала, я просто не понимала, что происходит. Потому что, ну, такого не может быть. У нас нормальная, обычная семья. Не асоциальная, как это говорится. Муж военный, у меня педагогическое образование, три сына. Как бы обычные дети, спортсмены спортом занимались. Вот я говорю сейчас про среднего, который вот в колонии находится. Очень активный парень, добросовестный, отзывчивый, добрый. И чтобы сказать, что он там будет связан с наркотиками, это вообще небо и земля. Потом я поняла, что надо что-то делать. И если я буду рыдать, никто ничего не изменится. Он, в принципе, сам мне про это сказал. Сказал, что, возможно, меня арестуют. Давай ты меня отвезешь на допрос, после которого, возможно, я не вернусь. Но ты не переживай, все, мы разберемся. Это какая-то ошибка. И, возможно, через дней, может быть, трое суток или максимум 10, я буду дома. Все будет хорошо. Я его сама отвезла к работе. Мы с ним обнялись, попрощались. И, в принципе, больше я его на свободе не видела. В тот момент было страшно. Было жутко. Я не понимала, что происходит, почему так происходит. Земля уходила из-под ног. В это вообще невозможно было поверить. Первый раз я Пашу помню, когда задержали. Сразу, конечно, растерянность. Может, и плакала. Не помню уже. Понимаете, я такой человек, я в экстремальных ситуациях очень собранная. И раз мои дети попали в такую ситуацию, значит, я должна делать все возможное. Некоторые перестали общаться со мной. Мои лично, мои друзья, все остались при мне. Все поддерживали, все помогали. Родители, семья, все были рядом. И была такая колоссальная поддержка все это время. В то время сыну было 6 лет. Ничего я не говорила, он не знал, что папа в тюрьме. О том, что будет дочка, я узнала через неделю после его заключения. Ей я тоже не говорила, когда она родилась. Я говорила, что папа в командировке, что папа уехал в другую страну. Я постоянно покупала детям подарки. Запаковывала в коробки. Звонила в дверь. Оставляла эти коробки там за дверью. В общем, у детей были подарки. И все это было как будто бы от папы, чтобы они ощущали, что папа где-то рядом, он где-то с ними. Я очень долго детям не говорила. 4,5 года он был в СИЗО. И пока моя девочка была маленькая, я ее носила туда. Общение было через стекло. Она не понимала, что это. Я ей говорила, что папа просто там работает. Я хотела, чтобы он на нее посмотрел. А потом уже я ее взяла с собой. Ред, может быть, 6 ей было. Но он уже был на вольном поселении тогда. Он с ней общался, рисовал, гулял. Сын был старше. И я не говорила еще и тогда не говорила, где папа находится. Мы были у моей подруги дома. А у нее была фотография ее мужа. Они вместе по этому делу проходили. Там он был за решеткой. И мой Антон спросил, говорит, мама, а чего дядя Сергей в тюрьме, что ли? Я говорю, Антон, садись, я тебе расскажу. Ну да, так вот получилось. Папа все время, и он сказал, слава богу, я думала, он умер. Потому что, говорит, вы все время плакали, вы все время там чего-то шушукались. Из родственников, это мой папа, я ему сразу не говорила, что Максим попался, Максим в тюрьме. Он приходил и говорит, где Максим? Где Максим? Я говорю, да в колледже, говорю, занимается и так далее. Я не хотела вообще посвящать деда, потому что, ну, по возрасту уже. Просто берегла здоровье. Все равно, все равно дед узнал. Конечно, он, папа мне сказал, это ты, это твоя доброта. Ты слишком добрая к своим детям. И сестра Максима, то есть моя дочь, и мой средний сын, они сказали, мама, ты тоже во многом виновата, потому что где-то ты ему что-то позволяла. Поняла, что надо было немножечко где-то зажать, держать в ежовых рукавицах. С отец Максима, он тоже воспринял это тяжело, с болью. Где-то тоже обвинив меня, что я плохо воспитала, я говорю, подождите. Но в воспитании обычно принимает участие два человека, мама и папа. В таком случае, где был ты? Ну, потом мы вместе, мы вместе переживали это все. На работе у меня, где я работала в Национальном банке, кто-то за спиной обсуждал что-то. Но большинство людей это меня поддерживали. Конечно, старший брат, он тоже переживал, но он уже, как взрослый мужчина, слез не лил. Ну, меня поддерживал, конечно. Писал и письма, и на свидание, вот мы недавно ездили. А маленький сын мой, он, ну, Никита его очень любит, безумно. Вот просто у них такая связь. И вот маленький сын переживает бесконечно. В первое время даже слово Никита, сразу у него слезы в глазах. И вот он, вот мы с моим братом в тюрьме, вот у него очень жаль, когда он вернется. И теперь он все понимает. Военный отец, он прошел Афганистан солдатом. Ну, он очень любит сына. Может, ему немножко было стыдно, я не знаю, мы его на эту тему не говорили. Просто он, ну, как бы соглашается с тем, что делаю я. Молча. Я, честно говоря, не слушаю никого, что люди говорят. Единственное, что приходилось на работе отпрашиваться. Допустим, на свидание ездить, там, например, три дня. Все, по-моему, как-то понимали. Ну, не было такого, чтобы кто-то меня там осуждал. Может, кто-то в душе и осуждал, не знаю. Практически вся моя молодость прошла в ожидании мужа. Это были передачи бесконечные, это были поездки, это были походы за продуктами. Работала, плюс у меня же дети были. Это было очень такое сложное испытание, потому что мне пришлось решать свои проблемы самой. Я думаю, что я стала сильной. Меняются все ценности, меняются все семейные отношения. Ты понимаешь, что совершенно не то было раньше ценно, что действительно ценно сейчас. Увереннее стала. Я перестала бояться вообще. Если я могу помочь людям, обращаются за помощью, я помогаю. У нас появилась, значит, в Витебске мы с мамами и с папой, и там у нас присоединился один папа. Гражданская инициатива у нас, Стоп328 она называется. Началась она с того, что в Витебске мы ходили, может быть, вы слышали эту историю, ходили, закрашивали граффити, граффити, вот эти вот наркорекламу, которая на домах была. Наша задача и цель этой нашей группы была остановить поток осуждаемых по этой статье. Потом пришла идея, надо пойти, может быть, в школу, рассказать детям свою историю. Что действительно это очень тяжело, это реально страшно с точки зрения родителей. Я понимаю, что детям не страшно, но родителям это безумно страшно. Сейчас продолжаем этот проект, да, уже подключили у нас областной отдел образования, наркоконтроль. Естественно, прежде всего, это хлопотно, это очень накладно по материальной позиции, потому что надо было платить адвокату. Адвокаты берут немалые деньги. Передачи в тюрьму уже тогда начались хлопоты. А дальше все-таки я была не согласна с приговором. Я искала правозащитников. Дальше хлопоты – это создание вот так нашей инициативы. Много очень расходов. Муж работает в Российской Федерации, чтобы погасить все иски, потому что они бесконечные, они откуда-то приходят постоянно. И долги я еще с долгами живу до сих пор, потому что адвокаты действительно очень дорого стоили. Постоянно живем с мыслью, где чего заработать. Какие изменения были во мне? Я, наверное, стала сильнее, мудрее, больше с точки зрения жизненных позиций. Я раньше считала, что я как-то подходила к людям справедливо, с добротой. А дальше я поняла, что не все люди добрые. И не ко всем нужно одинаково относиться по-доброму. Наверху нас не наказывают, Господь Бог, он нас учит. Я стала более, может быть, понимающей просто, что через это надо было мне тоже пройти. Я знаю, за что мне это было. Я к этому спокойно относилась. Я знала, что мне это надо пережить. И я это пережила. Отмолила своих детей. Это однозначно научилась общаться с правоохранительными органами, естественно. Если бы я это умела делать сразу, было бы все намного проще. Сначала мне казалось, что заключение его не изменило. Мне даже одно время показалось, что он стал лучше, что он стал добрее, что он стал ценить семью больше, что он стал уделять времени больше детям и мне. А потом начались проблемы. Проблемы с трудоустройством, с адаптацией. Тогда началась совсем уже другая история. Он стал более злой. Он стал более нетерпеливый, такой категоричный к людям. Мне казалось, он не дает никому никакого шанса. Он стал злой, он стал агрессивный, он стал более такой нервный. Это заключение, оно не проходит просто так, понятно. Тем более, его заключение, когда он столько времени находился, даже не в самой тюрьме, а в СИЗО. Четыре с половиной года он находился в СИЗО, это очень много. Плюс куча этих судов, это постоянно вот эти наручники. Поэтому, в принципе, ничего удивительного. Тюрьма, она не исправляет, как говорят, а где-то что-то закаляет. Он, во всяком случае, научился разбираться в людях. Становление в процессе его, ну, жизнь расставит, думаю. Дальнейшая его жизнь, она расставит все на свои места. Знаете, их изменило в лучшую сторону, в сторону порядка. После заключения стали больше порядок в доме наводить. К чистоплотности приучились. Вот это вот большой плюс. Жестче нет, жестче они стали. И не так много они там пробыли, чтобы там уже совсем изменилось что-то. У их психики или в отношении к жизни. Единственное, что Паше, наверное, помогло быть в центре, в смысле в реабилитационном центре. Потому что первый месяц там очень строго, не пускают никуда там. Ну, то есть из зоны в зону как бы так. То есть ему, наверное, проще было адаптироваться морально. Внутри у него за последнее время появился такой очень твердый стержень, я бы сказала. Если он и раньше еще был такой, что со своим мнением, то теперь он может его совершенно спокойно отстаивать, при этом не навязывая другим. Вот как-то он такой очень мудрый стал. Хоть это и тяжело дается, но мне нравятся изменения. Конечно, самое было самое лучшее, это когда каждые три месяца ты ездишь на свидание. Ты понимаешь, что ты раз в три месяца ты можешь увидеть сына. Вот как его 13 ноября забрали в 12-м году, так только на свидание, уже после судов, все. Первое свидание у нас было в декабре 13-го года. Потому что так мы были на коротких свиданиях, мы разговаривали через стекло, по телефону, трубочка, вот так вот. Час-полтора часа. А все-таки, когда ты приехал, и когда он пришел, лысый такой, в черном, в черной робе, в телогрейке, в шапке, конечно, обняла и плакала просто на взрыв, на весь коридор длительных свиданий вот этой гостиницы. Усиленный режим, но в этом режиме есть три свидания коротких, вот вместе с передачами я езжу в год, и два длительных. Короткие свидания, это как вот в кино по телефону, через стекло по телефону можно два часа поговорить. Там, конечно, шумно, ничего не слышно, но хоть в глаза глаза можно посмотреть. Есть длительные свидания, это два раза в год, ну, по нашей статье дают сутки, не более. Мы уже тогда вместе можем их провести в одной комнате, там есть специальная гостиница на территории колонии, ну, вроде как общежитие, что-то одна, кухня, ванная на всех, и такие комнатки. Там можно приготовить домашнюю еду, привожу ему тогда домашней еды, что-нибудь придумаю, там, драники, клетки, курицу, пельмени. В последний раз говорит, хочу макаронов, нормальных макаронов привези просто. Свидания у нас всегда были по трое суток. Это максимально. Мы приезжали на свидания очень-очень рано. Надо же было занести все вещи, там такая была комната ожидания большая, где все приходили, приезжали, конечно, по 30-50 килограмм. Потому когда приезжаешь, сразу оформляешься. Надо было оплатить гостиницу обязательно. Потом идут эти вещи, все, что мы привезли, это было на досмотр. Колбаса, мясо, сыр. Надо было, ну, разрезалось все так, протыкалась котлетка каждая. Торт я уже просила, если вы режете, то, пожалуйста, нарежьте сразу порционными кусочками мне. Это если конфеты были в непрозрачной упаковке, мы разворачивали все конфеты. Все, что ты везешь, должно было быть в прозрачных упаковках. Кофе тоже высыпалось, чай тоже в пакетиках. Он тоже высыпался все. Потому что, понимаете, ну, умудрялись пронести. Потом уже, вот, представьте, когда проверили все, проверили нас, чемоданы, сумки, уже потихонечку шли уже на зону. Это было такое ожидание, это было такое счастье. Вот уже там остается 200 метров там до встречи с сыном, там 100 метров до встречи с сыном. Тяжелее расставаться, конечно. И это так всегда. Где бы я ни была, в гостях ли, или у сына, или у кого-то. Встречаться, да, это здорово. Но когда расстаешься, ну, просто так сразу, сразу очень грустно становится. Как по закону положено, так и навещала, ни разу не пропустила. Они сидели у меня на общем режиме, поэтому раз в три месяца, и передача раз в три месяца. Илья, когда сидел в СИЗО на малолетке, там передачи можно приносить хоть каждый день. Приезжаешь, главное, покормить домашней едой, там блинчиков сделать, еще что-нибудь, картошечки поджарить. Потом к Паше мы ездили с Ильей вместе. Когда он последний раз вот сидел, Илья уже давно была на свободе, давно там в трезвости. Они там больше с ним общались, честно говоря. Им, наверное, интереснее с братом было пообщаться, чем с мамой. Я навещала его постоянно. Насколько это было возможно. Там были свидания. Трое суток, наверное, возможно было находиться. И, в принципе, я использовала все возможности, которые мне предоставляло государство в этом плане. Все передачи, все свидания. Мы использовали любой шанс, чтобы видеться. Но эти встречи всегда ждали. И он ждал, и я ждал. Потому что для него это было единственное, наверное, светлое пятно. А там, потому что это была такая связь с домом, с семьей. Это было единственное, чего он ждал, о чем он мне писал. Это было очень печально, это было сложно, потому что, ну, реально адаптация была тяжелая. Он не мог найти работу, он ходил, устраивался куда-то. И из-за того, что он судимый, его никуда не брали. На низкоплачиваемой работе работал. Ну, тогда работала я. И, в принципе, я всегда его поддерживала, говорила, не переживай. У нас же есть за что жить. Я же работаю, и как бы все хорошо. Бытовых проблем у него не было. Он совсем очень быстро разобрался с телефонами, с интернетами. В принципе, он мне еще что-то показывал, меня чему-то учил. Говорил, как ты тут, я вот был где, а ты где? И почему вот ты это не знаешь? То есть он всему быстро научился. Все, что он пропустил, он все очень быстро освоил. Становление так быстро, адаптация не проходит. У каждого по-разному. Конечно, это надо было помочь. Как же самому? Естественно, как-то мое внимание, мое присутствие. Где-то вместе мы хлопочем по дому. Я говорю, сынок, порядки будешь наводить ты сейчас. На это отвлекался, потому что что-то перебирал. Это все-таки рассеивало внимание на чем-то другом сосредоточить. На своем этом заключении. Все-таки сестра приходила, приходил муж сестры, племянники приходили. Это все очень-очень способствует. Я никогда не оставляла его одного. Если я на пару дней уезжала, я говорю, только пожалуйста. Чтобы ты тут не грустил. Нет, у нас еще есть собака небольшая. Он так с ним, а это большие друзья сейчас. И это тоже как-то способствует. Сейчас он пошел на ремесленника. То есть он оформился ремесленником. Но он все-таки хочет дальше продолжить свою работу и свою пользу государству именно в швейном производстве. Потому что для него все. Пока был в местах лишения свободы, он себе очень много пошел. Он пошел себе куртку, как говорится, мамы на гражданку. Для тех, кто очень долго там пробыл, это очень тяжело. Потому что ведь бывают же такие люди, они садятся в тюрьму в одном мире, а выходят за всем другом. К моему счастью и к счастью моих детей, они не так долго там были. Два года – это как бы не срок большой. Мир не меняется за это время. Для моих детей было несложно адаптироваться. Они, по-моему, как-то так быстренько приспособились. Что-то есть внутри такое, что я точно знаю, что скоро он будет дома. Что он будет делать, какие-то планы у него уже есть. И он понимает, что то, что он делал раньше, ну вот как-то так, деньги ради денег или просто пойти работать, неинтересно. Пока не знаю точных планов, но что-то он уже там себе придумал. Он уже отучился сварщика, он получил сварщика профессию, он учится теперь на швейника. Так что он очень даже будет полезен в обществу. Я, правда, не знаю, зачем нам столько швейников и сварщиков, но тем не менее. Субтитры создавал DimaTorzok